подкрали пацанам незаметно здесь уже все показывал сейчас мы будем допытывать пацаны поставили от снегозадержателей тренштейны положили доску чтобы удобно было монтировать что получается у нас пальцы как я в прошлом видео заложились заложились поднялись с обоих сторон сейчас мы покажем как это роман делает роман улыбайся да вот они все приложены поднимает сразу вопросов люди сразу почему небольшими клещами ухват же больше а трогать зачем вопрос на вопрос зачем спичку рубить колуну инструмент мелкая работа дело привычки аккуратно не спеша тяжелые сюда не носи их на крышу я пошел а а Замышляем на дыма вот так вот и сюда так вот прикрутиться сюда. Продух у нас здесь, как видите, хороший. Он сейчас вот так вот пришпантуется с ковлями. Потом по этой рейке этот металл отогнется в другую сторону. Алексей, помаши ручкой. Паркеткой помаши. Пока он там пилит, я объясню, что у нас сейчас происходит. То есть еще раз. Мы заложили фальт, подняли металл, потом отвернули мембрану. Она у нас изначально отсюда была. Отвернули мембрану, поставили брусок 50 на 50. Вот он стоит. Вот обрешетка внизу. А вот брусок на нем стоит. Вернули обратно мембрану. Вот. Пришпандорили ее с коблерами. С коблями. Короче, прихватили в некоторых местах скобами. Вот. Металл, то есть получается, он же здесь вот этот металл, он выше торчит. Мы его обычно на 7 сантиметров примерно, на 7-8 сантиметров поднимаем. Вот. Потом по бруску оставшийся металл мы выгибаем так называемый водный фальт сделаем. Вот. Чтобы снег, если, ну, ветер будет, чтобы он, или там, косой дождь с сильным ветром, чтобы он, если будет пытаться сюда заметать, то он упирался в этот пальчик. Вот. Далее. Ставим с того конца брусок. Ну, с того конца брусок ставим. Такой вот. 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 Оттягиваем нитки. Три штуки. Раз, два, три. Вот. Ставим еще примерно посередине, чтобы, ну, нитка не провисала. Вот. Проверяем все в уровне. Вот. И начинаем отпиливать. То есть по этим ниткам. Вот. Далее у нас будет здесь отпилиться перфорация. То есть сетка вставляться. Обрешетка, капельник и мембрана. Ну, это я вам покажу. Вот. Конструкция, получается, крепится тораксами. Вот. То есть контрабрус. И здесь один торакс, саморез. И с этой стороны торакс. То есть два крепления. Держится, я вам скажу, я вот не бру, но очень мощно держится. Держится. И вот конек доделается. Потом все подметется. Да, Алексей? Конечно. Конечно. С могучим ураганом. Не, не, не. Надо смести. Вот. Сергей, ну, маши. С ним ручкой. Нет, нет. Рассказывай, что делаешь? Конечек. Налезается в полосочки. Если бы не Сергей, вы бы не увидели ничего, да? Так что... Саблон. Саблончик. 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 Да, я знаю. Ну, я так. Ну, правильно, да. Для ребят. Леха. Звездочка Алая. Звездочка Алая. Звездочка Алая. Саблончик. 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 Да, да, да. Саблончик. Давай, давай. Рассказывай, рассказывай. Я его еще не делала, чтобы он не скакал. Саблончик. Один. Вот они готовятся, видишь. Вот сейчас одна будет. Одну берешь, идешь сразу ставишь и все. Да, показываем, да, и все. Ну, максимум. Ну, мажем две. С первого раза не получится. Да, ну, это дубляж. Все, а если можно сам не перейти садим? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, просто иди далеко. Давай, давай, давай пришел. Не хотят делиться опытом. Ага. Ух! 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 Загибаем до конца. Это... Гибы нахлеста, тогда как это? Жесткость я бы сказал просто. Жесткость, Сергеич говорит. Да, лёбра жесткость. Да, лёбра жесткость. Ух! 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 Вот такой вот конечек получается. Так. Следующим кадром приехал сюда уже. Здесь уже почти все готово. Но я успел. Дорама, успел? Ха-ха-ха. Так. Значит, на прошлом видео здесь было готово контрабрус. Вот. Отпилили лишнее. Вот. Потом, после контрабруса. Давайте я еще фотографию приложу, да? Вот. И объясню, нарисую смысл всего этого. То есть у нас плоскость, да? Вот она на этой крыше. Вен конька. Видно, не видно? Вроде видно. Вот. Получается, что у нас фальц вот идет, да? Увидели на видео. Закладывается фальц. И поднимается вверх. Вот. Ну, здесь тоже самое. Вот. Потом, ставится брус. 50 на 50. Вот. Здесь еще вот от металла хвосты остаются. Они так дальше идут. Вот. Они, которые остались, они подгибаются в эту сторону. Вот. Здесь тоже в эту сторону подгибаются. Остатки. Вот. Ну, там 2 сантиметра. Вот. Потом. Оставится. Оставится контрабрус. Я вот раз на видео, да? Ну, видели. Здесь может чуть не ровно быть. Но это не суть. Вот. То есть он крепится сюда, сюда. И здесь два самореза скрепляют его. Вот. Дальше. Если же не покажу. Ну, вот. Перфорация крутится. Есть пластиковые, которые на фотографиях, да? Вот. Для вентиляции ставится. Есть металлическая. Здесь металлическая крепилась. Гнулся вот такой вот уголок из перфорации. Вот такой вот. Если его, скажем так, нарисовать. Вот. Такой уголок. Вот. Он с дырками там весь, да? Вот. И мы его сюда ставим. То есть закрываем вент-зазор. От всяких насекомых. Вот. Далее. Ставится силовая планка. Из 07-ой оцинковки. Мы это делаем. Изготавливаем и делаем. То есть выпускаем... А, нет. Все. Вру, вру. Потом после перфорации, чуть с выносом ставится обрешетка. Ставится обрешетка доска. Вот так вот. И уже на него ставится силовая планка. Вот. Сюда. Силовая планка. И за него уже цепляется капельник. Он у нас идет. Вот он стоит. Вот. Ставится силовая планка. И цепляется сюда. Здесь переключится саморезами. И далее уже получается, оказывается, мембрана. Сюда. Вот капельник. Вот так вот. Мембрана. Вот. Сейчас в этом положении все и находится. Вот мембрана. Вот. Капельник. И сейчас уже покажем, как это все монтируется. Вот. 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 Есть вот такие вот рейки ставятся. Сейчас. Они тут или нет. То есть. Вот. Планка. Конечно, намного страшного. Вот. Вот. Вот он стоит. То есть. Все элементы, которые находятся на коньке, берешься на коньках, делим на разные коньки, элементы. Чтобы элементы были равны, чтобы не пришло в конец куда-нибудь пол-элемента. Пол-элемента можно, но чтобы кусочек, допустим, не пришел, сантиметров 10, это будет некрасиво. Ставится планка, которую я показывал, зажимается за капельник. Сейчас это все покажем. И потом уже можно положить псул сюда. Сейчас мы покажем и с псулом, и покажем с полиуретановым герметиком. В двух вариантах. Так что все, сейчас все будем показывать. Ну что, Алексей, пришел твой звездный час. Хороший. Ха-ха-ха. Что, потеплее, да? Да тепленько все. Хорошо, да? Солнышко вылезло. Природа, огонь вообще. Я здесь, вон видишь, пытался объяснить всю систему. Вы же спешите. Да. Мы не спешим. Да. Или скажи, что и я не приезжаю, да? Ну, возможно и так. Так, давай первый покажем с герметиком, да? А второй покажем с псулом. На водный фальц накладываем или намазываем? Кладем. 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 Куритан. Вот. Перехлест примерно, сколько получается? Сантиметра четыре, да? В нашем случае. Около того, да. И промежуток оставляем примерно полсантиметра между деталями. Маленькие. Можно сделать планку больше, там, сантиметров на двадцать. А эту, раздвинуть можно больше. Вот. То есть, ну, это с чистой точки зрения эстетики уже будет. Индивидуально подбирается. Карнизной рамкой обжимаем за конек. Вот. А псул где? Псул внизу где-то лежит. Псул где-то внизу лежит. Псул где-то внизу лежит. Сейчас. Крик не псул. Сейчас посмотрим, что Алексей будет делать. Ха-ха-ха-ха. У нас элементы определенного этого. Правильно? Вот. И выставляет. Выставил определенный размер. Планку загнул за капельник. Обжал. Хоть к нам спросить, а почему клеймера на это не ставит? Потому что никуда он не денется, да? Обжатый за капельник. Никуда он не денется. И вот даже проблемным будет вообще после монтажа его, ну, да, будут проблемы снять его. Вот. Не говоря о том, что там что-то ветер или что-то еще. Поэтому я как конструкцию объяснял, что там силовая планка, капельник, очень жесткая конструкция получается по сути. Вот. Алексей, ты за псулом пошел? Да нет. Молодец. Лайк тебе, лайк. Пойдемте пока до Ромки, накопаемся. Рома что-то там с уровнем. А? Ты что здесь с уровнем делаешь? Заглушку? Хитрый угол, да. Хитрый угол. Хитрый угол. Хитрый никому не покажем, да? Нет. Пока нет. Все. Потом покажут. Когда-нибудь. Как только так сразу. Хе-хе-хе. О, Алексей псул нашел. А вот с псулом. До водного пальца. Клеится. Суперка. Можно псул и герметик, да? Ха-ха-ха. Пошли на воду. Да. И сверху все еще залить силиконом. на самом деле мы шутим можно вообще по сути без и даже герметизации и ну как можно если у вас нет герметика там что еще можно поставить без слои без этого у нас ждут еще видите мембрана лежит если даже что-то как попасть в это капа на все равно поэт на мембрану и отсюда вот на капельник выйдет отсюда будет выбежать водичка но лучший враг хорошему либо псу либо полиуретан лучше положить сами будете спать спокойно и заказчик тоже то есть вы в этом узле сами по себе сами уверены что здесь через конек какие-то протечки там исключены красота такую погоду они говорят о чудо быть солнечной погоды не снимаешь как же не снимаю вот солнечная погода говорят солнечную волне все сильнее много не знаю нас вроде ничего не волнит и кажется наоборот солнечный даже лучше снимать но в санкт-петербурге солнечных дней не так много вот принципе и все вен конек один из способов вентилируемого конька вот как-то так то есть у нас есть стена у нас есть скат вот скажем эта стена а это стропильная нога которая там до конструкции стропильной ноги идет вот потом естественно идет а ну пленка мембрана до диффузия вот потом идет контр брус вот контр брус чтобы сделать предстенный проводов правильный что мы знаем из норм любое примыкание к стене к трубе да вот допустим он труба у нас получается примыкание минимальная по нормам сейчас объясню вот это вода отсюда должно быть не меньше 150 миллиметров не меньше также в этом случае у нас должно быть примыкание кровли не меньше потом 150 уже к металл вот сама конструкция объясняет контрабрус идет потом вы сюда на стену тоже делаете контрабрус вот видео вы увидите что он там стоит а вот если нарисовать это в плоскости скажем тогда крыши потом у вас идет вот они контрабрус грубо говоря идет симметричен так просто чтобы наглядно понимать чуть-чуть контрабрус вот она поднимается на стену контрабрус еще получается где-то 100 160 170 вот ставится контрабрус потом накладывается обрешетник обрешетник и ставится обрешетник вот сюда но так то есть если допустим здесь подняли на 160 то сюда ставим сотку доску и в итоге остается где-то здесь ну по факту минус обрешетка сюда идет где-то 40 миллиметров остается 40-35 миллиметров примерно от чистого продуха ну можно больше сделать да то есть если у вас скат пологий то надо там делать 50 но самое главное что этот продух оставался ну скажем так в средний пускай будет остается 50 миллиметров да вот этот продух потом сверху сверху сюда ставится доска обрешетник да так вот сверху вот и у нас все получается у нас металл с ролика бюндерфальц у нас поднялся отогнулся вот сюда ставится силовая планка также силовая планка вот по силовой планке ставится капельник но может быть вот такой вот формы да как у нас на коньке может быть просто так одним элементом цепляться вот у нас в данном случае вот такой там стоит и мы сюда потом ложим мембрану заклеиваем ее к к стенке вот и потом уже гости сюда попе или сюда приклеили вот и уже сам элемент здесь возле стены получается еще раз нарисовать уже готовую конструкцию то есть у нас доска вот она пошла вот у нас доска здесь у нас подух и перфорация наверно забыл сказать перфорация весь на видео видно вот и у нас идет обрешетка сюда обрешетка вот здесь у нас контрабрус идет то есть мы поставили силовую планку сюда вот поставили сам а силовая планка там идет мембрана нашем случае приклеена силовой планки и уже здесь мажем полиуретан или псу выкладываем и конечно этот элемент это конечный элемент который нас он стоит мы его сюда одеваем у нас получается что что вот контрабрус идет у нас воздух вентиляция поднимается выходит и вот так вот это работает вот так вот вот у нас предстенный продув то есть забор воздуха идет с карниза здесь получается холодная зона там холодная зона продув будет только вот здесь вот делать такой каркас здесь потом молоть а здесь выпил для чего для контрабруса сделаны все понял понял здесь потом еще поставится доска вот перфоры перфорация вот и вот накрываться крышкой ну по итогу потом уже вам покажу так показать показать как здесь завернута конвертами здесь двумя видами конвертами завернута один такой вот вид конвертов второй вот такой вот вид конвертов то есть снизу здесь никак вообще я оставлю ссылку в описании как это такой по моему конверт делает один мастер вот зовут его евгений я ссылочку на его канал поставлю внизу и вы посмотрите у него как он делает а вот здесь у нас перфорация от насекомых стоит дальше здесь будет силовая планка стоять капельник и уже само примыкание вот как то так вот на этом этапе дальше все покажем да сергеич покажемся покажемся нет сергеич жопошник ничего не хочет показывать так ну и вот готовый предстенный продух хочу показать объяснить то есть чем закончилась да не было здесь доски получается вот и металла самого то есть что получается сюда потом поставилась доска где-то ну по моему 80 вот потом осталась силовая планка из оцинковки 07 сюда вот и мембрана заклеилась полностью и к дереву заклеили на клей дельтатан вот и здесь сюда приклеили то есть здесь еще мембрана на силовой планке под металлом вот потом сделали вот такой вот элемент получается вот и сначала мажем сюда полиуретановый герметик и эту планку уже ставим как бы ну чтобы она прилипла чтобы здесь не с и не сверху мазать вот сюда герметик шов чтобы он здесь не был вот а именно чтобы он был внутри здесь мы решили так сделать саморезы сама и саморезами перекручиваем то есть он цепляется здесь за силовую планку вот и здесь саморезом саморезы естественно подкраситься под цвет металла коричневым чтобы не было видно и на солнце не отблескивали вот и а здесь на столбах вот такой отливчик где у нас на и на трубах такой же отливчик и где стоит вот то же самое то же самое все сделано ну вот как то вот так вот